Приветствую вас, братья и сестры! Наступило время нашей утренней жертвы пред Господом. Даже по погоде мы видим, что лето заканчивается, но, слава Богу, и за дождь, который Он тоже посылает на нашу землю. Мы помолимся Господу на это служение, и пусть Он благословит нас быть внимательными к слову, к пению, и услышать еще раз то, что Он хочет каждому из нас сказать в этом служении. Помолимся. Отец наш Небесный, дети Твои, Церковь Спасения, в этот утненный час пришли пред лицо Твое в дом молитвы, для того, чтобы еще раз поклониться Тебе, Господи. Мы хотим услышать Слово Твое в это воскресное утро. Мы хотим, Господи, чтобы и в этом служении Дух Твой Святой он работал в сердцах наших, Господи. Чтобы Он говорил к нам, чтобы Он обличал, наставлял и утешал каждого из нас. Посети таковых, которые в болезнях находятся, Господи, и не остав их без милости. Особенно просим, чтобы Ты посетил в этот утренний час сердца грешников, Господи, которые еще не знают Тебя, как своего личного спасителя. Благодаря Твои Слово, которое будет проповедоваться, хор, воспевающий имя Тебе, Господи. Помоги, чтобы благодать Твоя, она была в этом служении, с нами. Все это я благодарю и славлю. Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. 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 человека, сказав, кому достанется весь этот урожай, если в эту же ночь твою жизнь я заберу. Христос подводит итог этой притчи, отвечая молодому человеку, который перебил, говорит, так бывает с тем, кто собирает сокровище для себя, а не в Боге богатеет, мы читаем в 21 стихе. И после этого он делает такой хороший переход, связывая эти события со своими, с текстом, который мы прочитали, где он говорит, посему, по этому. Он делает вывод, он говорит, каждый должен сделать свое решение, кому он служит. В Матфея мы читаем, что раб не может служить двум господам, либо одному будет служить, а другому не родить. Если в наше время вы можете работать на двух работах, и у вас два работодателя, то в те времена у тебя, если ты раб, ты только работаешь на одного хозяина, ты его слушаешь, и ты ему служишь. И Христос говорит, где ваш выбор? Ваш выбор в духовном или в материальном? Вы служите Богу или вы служите мамонии, Богу богатству? Выбор предстоял этому молодому человеку. Соответственно, этот выбор предстоит и перед нами, перед каждым человеком, который живет на этой земле. Но после этих слов возникает логический вопрос у каждого человека. Но если не надо строить хранилища, если запасы не надо складывать и увеличивать, не надо заботиться о земном, то кто позаботится о наших нуждах, о наших человеческих нуждах, о нас, о наших семьях? Кто позаботится? Мы не хотим быть зависимы от чьей-то милости, от кого-то, на что Христос в этом отрывке говорит четко и ясно. Бог позаботится о тебе и о всех твоих нуждах. Как Он заботился, мы читали, о птицах и полевых цветах, так позаботится Он и о тебе. 1 Петра мы читаем очень интересное место, где говорится, все заботы возложите на Него, ибо Он, Он Бог, печется о вас. Давайте обратим внимание на три словосочетания из этого отрывка. Три интересных. Первое мы встречаем в 22 стихе. Не заботьтесь. Второе мы встречаем в 29 стихе, где мы встречаем «не беспокойтесь» и 32 стих «не бойтесь». Не кажется ли вам, что это очень знакомые и очень близкие для нас описания нашего состояния в последние дни? Заботы, беспокойства, тревоги, боязнь, страхи. Я думаю, каждый из нас это испытывал, к сожалению, в своей жизни. Может быть, и до сих пор кто-то это испытывает. За последние несколько недель большинство христиан были встревожены принятыми решениями, которые заставили их задуматься, задуматься, во что они верят. Хотя эти законы и указания были безбожными, но они нас заставили задуматься. Во что я, как христианин, действительно верю? Для некоторых, может быть, тревоги постигают из-за того, что они переживают за свою семью. Может, у кого-то разваливается семья, проблемы в семье. Кто-то боится за свое здоровье. Кто-то потерял своих близких и находится в переживаниях в утрате. А кто-то переживает за своих близких, родных, неверующих. Всем нам знакомо это чувство переживания, страха и беспокойства. И это, естественно, для человека. Интересно, что Бюро по статистике в Америке сделало небольшую такую публикацию, исследование, что густой туман, который наполняет семь кварталов городской зоны, при видимости около 100 футов, или это, скажем, 30,5 метров видимости, составляет всего лишь меньше одного стакана воды. Кажется, вроде бы, очень немножко, но весь, все население этой зоны приводит в страх и трепет. Порой так бывает и с нами, когда мы, когда нас постигают тревоги, страхи и переживания. Они, может быть, маленькие, но на этот момент они просто заграждают видимость. Этот мир предлагает несколько решений всем нашим страхам, переживаниям. Одно из них – это серия консультаций с психотерапевтом, а другое – медикозная. Много есть препаратов, которые предоставляются людям, чтобы как-то помочь им. Но стоит обратить внимание, что все эти методы, они не предоставлены для того, чтобы избавить человека от страхов, от тревог, от переживаний. Они направлены на то, чтобы помочь им сосуществовать вместе, создать более комфортную обстановку, чтобы они вместе могли дальше сосуществовать. Интересно, что Христос в противоположности этому говорит, что Он может избавить от этих страхов, от этих боязней, от этих беспокойств и от этих забот. Интересно, что мы живем в такое время, когда комфорт, роскошь и все доступность просто в наших руках. Нажал на телефон, через несколько часов у вас посылка. Все доступно в наше время. Но при всем этом, 18% в 2017 году людей переживали какие-то страхи. В 2020 году это увеличилось до 30%. Кстати, в штате Вашингтон это 35%. Это только количество людей, которые обратились к врачам за помощью. А сколько людей, которые не обращаются к врачам за помощью и решают вопросы сами? Либо наркоманят, либо алкоголь, либо еще другие какие-то используют препараты. Проблема переживания, страха, она присутствует в этом обществе. И смотря на эту окружающую обстановку, действительно можно сказать, как написано в Луке 21 глава 26 стих, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий. Люди находятся в трепете и страхе. И мир не может решить их проблем. Только любящий Господь предлагает нам выход, как освободиться от страхов, как освободиться от беспокойства и как освободиться от ненужных забот. Из этого отрывка, который мы прочитали, мы видим, что заботы может быть разного, беспокойства разного вида, как духовные, так и физические. Допустим, мы прочитали 22-23 стих. Написано, не переживайте о своей душе и о теле. Интересно, что в английском языке слово «душа» приведено как «жизнь». То есть можно прочитать. Не беспокойтесь, не заботитесь для жизни вашей, что вам есть, и для тела, что одеться. 23 стих. «Жизнь ваша больше пищи и тела одежды». Другими словами говоря, что Христос говорит, не надо заботиться об этих физических, материальных вещах. Во-вторых, Он говорит, что не надо беспокоиться о духовных. Обратите внимание на 32 стих. «Ибо Отец благоволит дать вам царство». Бог приготовил для каждого из нас место в царстве своем. Когда мы прочитали 22-26 стих, кажется вроде бы ясной истиной. Ничего тут особого, но стоит заметить несколько моментов. Кому обращались эти слова? Обращались это к людям, которые окружали Христа или к ученикам? Сам Петр, если мы читаем в 41 стихе далее, Петр сам, когда слушал эти обращения Христа, он остановил Христа и говорит, а к кому ты обращаешься? Это к нам относится или ты к людям говоришь? Конечно же, это относилось и к людям, которые слушали, и к ученикам, и также относится к нам, нам, живущим в этом веке, нынешнем веке. Также стоит заметить, что если во времена Христа не было разнообразия ресторанов, куда люди могли пойти, взять себе еды дешево, либо пойти в магазин какой-то, приобрести одежду. Это был труд, который надо людям было сделать. Надо было собрать определенные ингредиенты, где-то сделать котел, распечь, чтобы приготовить какую-то еду. Это был труд, это занимало времени. Точно так же и с одеждой надо было найти шерсть, сделать нити, полотно. Может быть, кто побогаче, сразу покупал полотно, но все равно надо было сшить. Это был труд. А для тех, которые были бедны, это было еще сложнее, как достать и еду, и одежду. Но при всем этом Иисус говорит, не переживайте об этом. Почему? Потому что жизнь ваша больше еды, и тело больше одежды мы читаем. 1 Тимофея 6 глава 8 стихом мы читаем, что имея пропитание и одежду, будем довольны. Другими словами, можно сказать, что человек создан гораздо для большего, для гораздо большей цели, высшей цели, чем еда и одежда. Нам не дана эта жизнь для того, чтобы мы проводили ее просто в поглощении еды. Мы не животные, которые только нуждаются в этом. И мы не манекены, которые должны примерять разные наряды одежд. Не для этого создан человек, не для этого дана ему жизнь. Стоит заметить, что у Бога есть цель для каждого из нас. Цель для каждого члена церкви, для каждого возрожденного христианина есть у Бога цель, и ради которой он дал нам жизнь, ради которой он сам послал в этот мир своего Сына, чтобы избавить нас от наших грехов. И в этот промежуток времени, который нам дарован, этой жизни временной, короткой, он предназначил нам сделать определенные дела, определенные цели поставлены пред нами. И если это так, если он хочет, чтобы мы исполнили его цель, то тогда он предоставит все необходимое, чтобы мы могли достичь этой цели. И это касается как еды, так и одеяния. И когда это происходит, и Бог благословляет нас, тогда мы вместе с псалмопевцем Давидом можем сказать, «Господь мой пастырь, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажетях, Он водит меня к водам тихим, Он подкрепляет душу мою, Он направляет меня на стези правды, Он восстанавливает меня, Он проводит через долины смертной тени». Интересные примеры Иисус приводит в этом отрывке. Он говорит, «Посмотрите, вороны, они не сеют, не жнут, нет у них житниц, ничего они не хранят на долгие годы, но Бог заботится о них. Посмотрите на лилии, на траву, которые ничего не длили для того, чтобы выглядеть так красиво, потому что Бог одевает их. Если Бог заботится так о ворнах, о лилиях, о траве, то чем лучше мы читаем человек, созданный по образу и подобию Божию, насколько же важнее человек для Бога?» Иисус в 29 стихе, обращаясь, говорит, что в 28 стихе, «Маловеры», говорит Христос к ученикам и ко всем, кто Его слушал. Я думаю, это относится и к нам, как часто мы маловерны, поэтому часто у нас постигают разные сомнения, порой постигают нас и страхи, и переживания, и много беспокойства в нашей жизни, и часто мы боимся многих вещей, потому что не хватает у нас веры. 1 Петра, мы читаем, «Все заботы возложите на него». Значит ли это теперь, что нам надо просто сложить ручки и ждать, чтобы кто-то на золотом блюдце принес нам все необходимое для нашей жизни? Конечно же, нет. С самого начала творения человека, Бог дал Адаму определенные указания, что он должен делать в саду. Когда он изгнал Адама и Еву из Раи, он сказал, что вы будете трудиться в поте лица, вы будете работать. Иисус Христос в своих притчах часто одабривал и поощрял добрых и умных, мудрых домоуправителей. К этому призывает нас Господь. Не к лени, но делать все необходимое, что зависит от нас в этой жизни. Опасность состоит в том, когда заботы физические, материальные, они становятся на краю угла нашего, нашей жизни, чего мы хотим достичь. Все наши цели направлены на то, чтобы больше приобрести, что-то лучше, больше скопить. Здесь-то и есть опасность. Интересный пример мы можем встретить пророка Агея. В первой главе мы читаем, «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающие плату зарабатывают для дырявого кошелька. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, спрашивается? За мой дом, который вы запустили, который в запустение. Тогда как вы бежите каждый к своему дому. Время лишь жить в домах ваших украшенных, когда дом сей в запустении. Так говорит Господь Саволов. Обратите сердце ваше на пути ваше. Зайдите на гору и носите дерева и стройте храм. И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Это яркий пример человека, который забыл цель предназначения своей жизни. Который погрузился в материальное и заботится только о своем доме. О том, чтобы украсить свой дом. В 30 стихе мы читаем, что ваш отец знает, что вы имеете нужду в том. В 31 стихе мы читаем, что самое главное, нам надо искать Царствие Божие. И все, все это, что это? Еда и пропитание Бог даст нам. Отец не просто делает какой-то призыв, делает какую-то красивую обертку, чтобы призвать больше людей к покаянию. Нет. Это не трюк маркетинга. Но он на самом деле приготовил место. Он на самом деле послал сына своего, чтобы пострадал он за нас и дал нам спасение. Спасение и вечная жизнь дается каждому человеку, который приходит к Христу. Который исповедует его и исполняет его волю. Тот может достичь Царства Небесного. И все, что требуется от нас, это доверять Богу. Стремиться к Вышнему, искать Вышнего, Горнего и возложить все наши земные заботы на Него. И Он по богатству Своей славы и благодати восполнит наши нужды. Каждого в отдельности. Он знает, Отец знает, что вы имеете нужду. Поблагодарим Бога за то, что Он есть наш любящий Отец, который переживает и печется о нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Песня. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 для того, чтобы мы могли именно сделать вот эту защиту для наших детей. А дальше Бог все усмотрит, Бог дополняет все наши несовершенства родительские и все наши пробелы в воспитании. Ну, во-первых, потому что, особенно если первый ребенок, мы, в принципе, не так-то много и знаем, а если честно сказать, вообще почти ничего не знаем. Но Бог, видя нашу искренность и наше желание как-то вот детей воспитать, принести их к Богу, чтобы они в церкви были, читать с ними Библию как-то вот, чтобы они молились. И Бог, видя вот эти наши желания, вот это наше, как бы, так сказать, желание, чтобы вот эту корзинку вокруг Него сделать, вокруг наших детей, Он дополняет. Он дополняет, дает благодать, благословляет. И одна из основных целей все-таки нашего воспитания, это не то, чтобы детей заставить, чтобы они в церковь ходили, чтобы они молча сидели, чтобы они еще что-то делали. Наша задача, чтобы когда они придут в сознательный возраст, как вот здесь мы прочитали, они все равно выбрали Бога. Они все равно выбрали церковь. Они все равно выбрали Иисуса Христа. И вот этот Моисей, несмотря на то, где он вырос, в какой среде, чему он был подвержен, мы читаем, что он, придя в возраст, он принимает сознательные решения, без давления родителей, без давления кого-то другого. Это было его личное решение. Он отказался называться сыном дочери фараоновой, и он выбирает путь благодати, путь Бога. Пусть и Господь вас благословит, чтобы вот это, приготовляя эту корзинку, чтобы, тем не менее, вы смогли своим личным примером показать вашей Евнике то, чтобы, придя в возраст, она отказалась быть дочерью фараоновой, дочерью этого мира, и выбрала путь благодати и путь спасения. Мы будем молиться. Отец Небесный, благодарна Тебе, за то, что Ты мой Бог, за то, что Ты любишь меня, за то, что Ты никогда не оставляешь Господь. Я благодарна Тебе за то, что Ты даровал мне семью Господь, мужа. Я благодарна Тебе за нашу доченьку Господь. Мы так долго ждали ее, и Ты ответила на наши молитвы. Слава Тебе, благодарна за то, что Ты любящий Бог и отвечающий Бог. Господь, благодарна за то, что Ты даровал нам терпение, даровал нам терпение в ожидании, Господь, за то, что хранил нашу семью все эти годы, Господь, и даровал нам это чудо, Господь. Слава, благодарность Тебе. Прошу Тебя, благослови ее всю жизнь, Господь, чтобы она была Твоим детем, Господь, чтобы когда научиться отличать правую руку от левой, Господь, чтобы могла принять Тебя в свое сердце, Господь. Помоги нам быть добрым примером, Господь. Мне лично помоги, Господь, чтобы я могла быть доброй, любящей мамой, Господь, чтобы могла быть настоящей христианкой, чтобы могла бы показать ей Тебя, Господь, богослови ее. И даруй мне во все мудрости, Господь. Огради, прошу ее всю жизнь, Господь, чтобы она любила Тебя всем сердцем и прилепилась к Тебе, мой Бог. Аминь. Другой Отец Небесный, склоняйся в этот час, Боже, уберу Тебя, Боже, что мы можем находиться здесь на собрании, Господь. Ты вот хранял наши эти все годы, Господь, хранял меня, Господь. Ты, однако, спас меня, Господь, и привел в церковь, Господь. И мы речем, Господь, все эти годы, Господь, прости, Господь, отдавай Тебе, Господь, все, что Ты давал нам, Господь. Прошу, вот Ты все эти годы, Господь, нас проверял, Господь, приближался, чтобы мы могли приближаться ближе к Тебе, Господь. И Ты это чудо нам послал, Господь, помолит многих людей, Господь, и нас, Господь. И слава Тебе за это, Евника, Господь, Ты даровал, Господь. Прошу и благословения на ее, Господь, чтобы она с раннего возраста, Господь, как родители, чтобы мы могли привести ее к Тебе, Господь, чтобы ее сердечко, Господь, принадлежалось с этих ранних лет. И когда придет время, Господь, чтобы она могла отличать это от добро от зло, Господь, чтобы она могла это увидеть, Господь, и принять Тебя как личное спасительное, Господь. Помоги, чтобы мы не были ни препятствий, ни в чем, Господь, в этом благослови. Слава Тебе за все, Отец Индус Той. Аминь. Отец мой Небесный, я приношу при лицо Твою, эту крошку Евнику, Господи, именем Твоим благословляю ее. Благодарю Тебя за то, что Ты позволил ей родиться в христианской семье, Господи, за то, что она является желанным и долгожданным ребенком, Господи, за то, что Ты родителей благословил. Ты видел их молитвы и слышал их молитвы, Господи, что они хотят служить Тебе, чтобы быть добрым примером, Господи. Они нуждаются в мудрости от Тебя. Мы просим, чтобы Ты послал в их доме всякое устройство, любовь и благодать, чтобы добрым примером они могли быть для своей дочери, Господи. Ее оградив жизни от внешнего, от фараона, Господи, от царских повелений, чтобы действительно жизнью она протекала, Господи, угодно воле Твоей, чтобы, придя в возраст, Господи, она выбрала святое, она выбрала Тебя, она выбрала Тебя как своего спасителя, Господи. Пошли здоровье, пошли все необходимое, пошли разум, Господи, чтобы, возрастая, она могла приближаться к Тебе. За все славлю и благодарю Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Когда беда врывается нежданно, И на осколки рушится мечта, Жизнь в дребезге, как после урагана, А вместо украшения нищета, Скажи, Тебе достаточно Христа? Когда надежда вянет под ногами, И веру ослепляет темнота, Стремление сбившись, Топчется кругами, А цель, словно бездомный сирота, Скажи, Тебе достаточно Христа? Когда обетование туманы, Пустыня без горящего куста, Без сожаления пропадает манна, Песок сжжет ноги, словно кислота, Скажи, Тебе достаточно Христа? Когда в Египет продан братом, Тюрьмой грозит Твоя же правота, Когда, когда тоска в мундире полосатом, А правду побеждает клевета? Скажи, Тебе достаточно Христа? Тебе достаточно Его средь бурях, На горах бегства, Или в львином рве, В трудах, болезнях, при температуре, В победах, поражениях и борьбе? Скажи, Христа достаточно Тебе? Когда Христа достаточно для счастья, Депрессия сбегает с корабля, Средь бурь жестоких и среди ненастья, Когда уходит из-под ног земля, Свет засияет изнутри Тебя, Но если во Христе не знаешь радость И не познал покоя торжество, А в горечи не знаешь Божью сладость И полного доверия естество, Достаточно не будет ничего. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 «Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. И в 34 главе, и в 34 главе он опять повторяет и напоминает Аврааму и говорит, сохрани то, что я повелеваю тебе ныне. Вот я изгоняю от лица твоего Амареев, хананеев, хитеев, ферезеев, ферезеев, евеев и евусеев. Смотри, не вступай в союз с жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы они не сделались сетью среди вас. «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его ревнитель». И я думаю, если бы мы сегодня описывали Бога, Его характеристики, то я думаю, мы бы описали, наверное, такими характеристиками, которые импонируют нам, которыми мы восхищаемся. Я думаю, мы бы описали Его, как вот в 34 главе написано, что Он Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину. Вот такого бы Бога мы описали, да? Потому что это присуще нам. А Бог ревнитель, да? Ну, это что-то такое, ну, чтобы мы, наверное, не описывали Его таким именем. Почему? Потому что, вообще-то, в понимании человеческом ревность – это, ну, очень такое плохое качество, очень страшное качество. И мы знаем, что человеческая ревность, она, ну, очень страшная. Мы знаем, что люди, когда вот ревновали, они совершали очень много страшных дел, порой даже убивали людей, а затем каялись. И вот эта человеческая ревность, она, как результат вот того разрушающего греха, который живет в человеке. Да. И Бог же ничего не имеет общего с этой ревностью. Хотя мы называем Его Бога-ревнителя, и Бог говорит о себе, как о Боге-ревнителе, потому что Бог благ. И мы знаем, что Бог благ, поэтому Божья ревность, она не имеет ничего общего. И если человеческая ревность – это вспышка какого-то гнева, вспышка каких-то эмоций, да, то Божья гневность, Божья ревность – это не есть производная этого. Но все-таки вот когда Бог говорит во второй заповеди, в первой заповеди Он представляет Себя и говорит, кто Он есть, Я Господь, Бог Ваш, да, вывезший Ваш из земли египетской, то почему-то вот в самом начале Он говорит о себе о Боге, как о Боге-ревнителе. И Он говорит причину, почему Он это делает. Он говорит, Я не хочу, чтобы вы делали себе идолов. Я не хочу, чтобы вы поклонялись им. Вот это причина. Мы очень часто, ну, привыкли говорить, учить, и детей наших мы учим, говорим о таких грехах, как не кради, да, не убивай, не завидуй и тому подобное. Вот, но почему вот для нас проще говорить, потому что они как бы явны, они ясновидны и они, ну, наглядны, да, их легче объяснить, они, может быть, более часто встречаются в нашей жизни. Но, а вот поклонение иным богам, это немножко, ну, такое, ну, нарушение вот этой заповеди, оно такое, какое-то, ну, не совсем точное. И мы не всегда, как бы, точно можем определить, да. Бог говорит, и Он говорит о том, что, вот в книге Искот, Он говорит, что, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Почему, да? Почему Он говорит? Он говорит о том, чтобы у народа Божьего не было идолов. А почему? Ну, казалось бы, люди неверующие, люди, не знающие Бога, а что они говорят? Да, идол – это мелочи жизни, это вроде ерунда, это все глупости, все это не так, да. Но мы-то понимаем, и апостол Павел говорит в первом послании к Оринфянам, да, в 10 главе, там, в 11-12 стихе, в 19-20 стихе он говорит так. «Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь? Или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». За каждым идолом стоит бес, за каждым идолом стоит вот это действие духов злобы поднебесной. И Бог, Он понимал, что общение с бесами, оно приносит, вот мы часто думаем, исполнение заповедей нужно Богу. Исполнение заповедей нужно не Богу, а нам. Почему? Потому что тогда, когда идет поклонение бесам, это приносит в нашу жизнь разрушение, это приносит в нашу жизнь беду, это приносит в нашу жизнь страшные последствия. Вот, в частности, помните, когда Бог говорил, и Он, почему Он так вот говорил и предупреждал народ израильский? Потому что Он знал, что несет в себе это. И в книге Иеремии, в 32 главе, в 35 стихе, мы читаем о том, что произошло с народом израильским. То есть, когда они поклонялись бесам, что они делали? «Устроили», написано себе, 32 глава, 35 стих, «устроили капище Ваалу в долине сыновей Еномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду». То есть, мы понимаем, что это было. Это было, что они брали своих детей и ложили на руки раскаленному идолу, и сжигали просто своих детей. И Бог говорит, что это что-то ужасное. То, что должно быть наследием сегодня, наследием Божиим, они приносили в жертву идолам, они убивали своих детей. Вот такая жестокость была, вот то, к чему приводит поклонение идолам. Сегодня мы молились над ребенком, и мы делаем раз в месяц, мы молимся, и мы предаем Богу, мы благословляем именем Господа. Но я что хочу сказать, что если мы сегодня можем говорить и говорить, ну, у нас уже нет тех идолов, что были у народа израильского. Сегодня мы не поклоняемся идолам, сегодня нет у нас, да. Но эти идолы, они приобрели другую окраску, они, так сказать, изменились, и они получили другое название. Но суть остается та же. Вот когда мы молимся над детьми, когда мы благословляем, что потом мы делаем? Хорошо, если мы заботимся о детях, продолжаем о них заботиться, мы продолжаем учить их, мы продолжаем воспитывать, мы продолжаем находить время для них, мы интересуемся о том, как у них идет учеба, что их волнует, да. Мы действительно заботимся о них. То есть, как Слово Божие учит нас, чтобы мы учили наших детей, чтобы наставляли наших детей, чтобы воспитывали их в страхе Божием, да. Но мы очень часто бросаем их на произвол судьбы. Вот позанимались, а, ну все, этого достаточно. Они мешают нам. Сегодня преподаватели воскресной школы, которые учат детей, они жалуются. Родители практически не участвуют в жизни детей. Родители не интересуются домашним заданием. Родители не придут и не поинтересуются у преподавателя. А как мой ребенок? Что теперь с ним? Как он ведет? Как он учится? Будь то воскресная школа, будь то общеобразовательная, русская школа, любая. Вы знаете, мы иногда не знаем внутреннего мира детей. Мы заняты своими заботами, мы заняты своими проблемами. И это тогда, когда у нас нету времени, да, когда мы все время посвящаем чему-то другому. И это есть принесение детей в жертву. Потом, когда дети вырастают, когда те, которые должны были бы служить Богу, да, они садятся где-то с ребятами, на иголки садятся, начинают пьянствовать, начинают гулять. Почему? Да мы не навели контакт с ними. Да мы не позаботились о том, чтобы где-то вместе с ними сесть, почитать слово. Где-то, может быть, спросить о их проблемах. Где-то, может быть, вместе помолиться. Где-то иметь общее молитвенное какое-то общение в доме. У нас на это не хватает времени. Мы заняты другими заботами. И это касается не только мам и пап. Да, хорошо, если и бабушки участвуют в этом. Дедушки, когда они заботятся о своем потомстве. Вы знаете, я как-то приводил пример в моей жизни. Было, ну, я тоже как бы не совсем обращал внимания на детей своих. И было время, когда мне жена говорит, слушай, ты вот посмотри, у нашей дочери есть проблемы. Я говорю, какие проблемы? А она как-то открыла ее телефон, посмотрела ее переписку с друзьями и поняла. Говорит, ну, а ты поговори с ней. И когда я начал с ней разговаривать, оказывается, у нее есть та проблема, что она ищет, чтобы, ну вот, кто-то ищет авторитетов, чтобы ее приняли, чтобы она была, ну, в каком-то почете или уважении, что ли, у друзей своих. Она как белая ворона среди них была. И она, когда я у нее спросил, что с тобой, что происходит, понимаете, она расплакалась. И я понял, что я действительно не был достаточно внимателен к дочери своей, чтобы знать проблемы. Когда мы посвящаем свою жизнь чему-то другому, я вам скажу, что когда я приехал в Америку, мне как-то посоветовали и сказали, ну, вот, лучший способ выучить английский язык, у меня было стремление, конечно, желание выучить английский язык, лучший способ выучить язык, это когда ты будешь смотреть там фильмы, титры и будешь учиться, оно на слух как-то. Вот воспринимается, ты быстрее освоишь. Ну, я действительно погрузился в это. А мне жена говорит, что ты делаешь? Что ты делаешь? И я имел потом проблему с моим сыном. Он погряз в играх, в компьютере. Знаете, мы иногда не думаем, что вот это есть, это есть как раз то, хорошо Бог остановил меня, хорошо Бог научил меня, хорошо Бог даровал мне, ну, действительно, увидеть себя, увидеть ту ситуацию, в которой я нахожусь. Слово Божие говорит, и Бог говорит о том, что один из идолов, в который мы погружаемся, это есть социальные сети. Это тот идол, который разрушает нашу жизнь. Мы очень часто, там есть, конечно, есть хорошие, полезные, в интернете, на Ютюбе есть хорошие, полезные вещи. Когда нам нужно что-то отремонтировать, мы можем заглянуть туда, знаете, и там показано, как отремонтировать или что сделать. Но очень часто это несет с собою беду. Очень часто в нем, ну, такие противоречивые, очень часто порой из ряда вон выходящие вещи. И мы иногда погружаемся, мы пересылаем вот эти сообщения от одного к другому в группах. Понимаете? И они как бы занимают наше время. Вы знаете, Бог говорит, что если у нас недостает времени для общения с семьёй, если у нас недостает времени для того, чтобы, ну, почитать Слово, пообщаться с семьёй, если у нас недостает времени для того, чтобы, ну, иметь общение с Богом, то это тот идол, которого Бог хочет, чтобы мы удалили. Он ревнует об этом. И Он допускает в нашей жизни определенные страдания и переживания для того, чтобы мы, наконец, очнулись, остановились, для того, чтобы мы, наконец, ушли от этого. Бог открыл нам Себя через Слово Своё, через рабов Своих, через Свой приход в этот мир, который потом апостолы Его, ученики Его описали нам в Слове Божьем, характер Его. И Описали они нам Его не только как Бога милостливого, не только Бога как любящего, они описали как Бога ревнующего. Помните, когда Христос вошел в храм и выгнал продающих оттуда, покупающих, написано, ученики говорят, и тогда вспомнили они, что написано о Нём, «Ревность по доме Твоём снедает Меня». Он Бог-ревнитель. Он выгнал продающих, покупающих, и Он говорит, что дом мой, да, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Что для Бога важно было? Ему важны были не жертвы, которые приносились. Ему важно было наше отношение к Нему. Ему важно было наше отношение к Нему и друг с другом. И Он выразил это, когда подошли к Нему фарисеи, когда подошел юноша и спросил, какая наибольшая заповедь. Да? В законе. И Он сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя. Вот это, на чём зиждется. Евреи думали, что если мы приносим жертвы какие-то, то это всё нормально, это угодно Богу. А вот это всё остальное, это как бы незначительно. Но Бог говорит в книге пророка Исаии в первой главе, Он говорит, ваши руки полны крови, омойтесь, очистите, убелитесь. И тогда Я приму вас. Измените свою жизнь, измените своё отношение, поведение. Бог выгнал из дома продающих, из храма продающих и покупающих. Что сегодня находится в нашем храме? Он говорит, что тело наше – храм живущего в нас Святого Духа. Что там? Есть там тишина? Есть там возможность общения с Ним? Можем ли мы общаться с Ним? Общаемся ли мы с Ним? Или что? Или там по-прежнему идёт торговля? Там продаётся, там покупается. Наши мысли заняты этим. Ещё один из идолов, о которых говорит Бог, и Он говорит о том, что у Михея написаны следующие слова. Бог говорит. Михея в 6 главе, в 8 стихе, Он говорит следующее. О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим. Вот это то, что Бог хочет видеть от нас. И Иоанн в 1 послании, в 5 главе, Он пишет следующее. И Он говорит, дети, храните себя от идолов. Почему? Потому что Бог, Он ревнует для того, чтобы действительно готовить себе невесту. Наверное, ни один мужчина, ни одна женщина не готова и не хочет согласиться с тем, чтобы кто-то был между ними, между мужем и женой, я имею в виду, был кто-то третий. Бог ревнует о том, о своей невесте, о том, чтобы она была готова, чтобы не было кого. Потому что Сатана хочет разрушить нас. Сатана хочет действительно погубить нас. Бог же хочет спасти нас. И Он говорит о том, что когда Христос был на земле, Он говорил следующее. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не огощались объедением, пьянством и заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно. Житейские заботы – это то, что порой мешает нам возрастать в Боге. Что происходит, когда житейские заботы наполняют нас? У нас нет времени. Нет времени для чтения, нет времени для молитвы, нет времени для общения. И порой мы утром можем найти время почитать, где-то помолиться Богу. А в течение дня, благодаря тому, что житейские заботы захватывают все наше сердце, весь наш разум, у нас нет возможности поразмышлять об этом. И к вечеру, когда мы приходим, может быть, для того, чтобы вновь склониться перед Богом, мы даже не можем вспомнить, о чем мы утром читали. А что Бог нам говорил? Чему нас Он учил? Бог желает, чтобы действительно... А ведь когда мы забываем об этом, когда мы не размышляем, мы перестаем возрастать. Мы не можем возрастать в Боге. Только тогда, когда человек размышляет, когда он учится, когда он действительно берет что-то из Слова Божьего, он способен это применять в жизни, он способен возрастать в Боге. И Бог желает, чтобы действительно мы возрастали в Нем, чтобы Он был прославлен и возвеличен, чтобы мы принесли плод. Помните, в Евангелии от Иоанна, в Евангелии от Матфея, в 13 главе, в 22 стихе Он говорит, «А посеянное в тернии означает того, кто слышит Слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает Слово, и оно бывает бесплодно». А что? То есть вот Слово, которое мы читаем, оно не приносит плода. Ну а когда оно не приносит плода в нашей жизни, что бывает с нашей жизнью? Ну, Бог говорит, если мы не возрастаем, если мы не приносим плод, мы становимся сухими, а такие ветви обрезают и бросают в огонь. И есть еще один очень страшный идол, идол, которому мы очень часто поклоняемся, который приносит беду в нашу жизнь. Это и этот идол – наше «Я». Я думаю, каждый, наверное, знаком с этим идолом. Отчего бывают иногда ссоры в семьях, отчего бывают споры, отчего бывают иногда, ну, семьи разлетаются. Почему дети уходят в мир? Потому что высоко наше «Я». И мы не можем смирить себя. Знаете, Богу противно написано, ведь наше «Я» – это причина нашей гордости. И Бог говорит, гордым он противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, очень часто, когда мы что-то делаем, где-то кому-то помогли, что-то, значит, сделали, мы говорим, кто-то нам говорит, о, спасибо, там, молодец, или еще что-то в этом роде, хочет похвалить нас. Что мы говорим? Мы рабы ничего не стоящие, да? Мы сделали, что должны были сделать. Но вот этот раб, ничего не стоящий, да? Затронь его через пару минут. Попробуй его я затронуть. Там не раб, там целый господин будет. Господин, который покажет тебе, чего ты стоишь и чего стоит он. Бог желает, чтобы действительно мы ходили в смирение. И это смирение, оно может, мы можем приобрести только у Иисуса Христа. Слово Божие говорит, придите ко мне, Христос говорит, придите ко мне все отруждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Придите ко мне и научитесь от меня. Бог, Он ревнитель. И Он хочет, ну, приготовить нас к вечности. Он хочет, чтобы мы готовы были войти в вечность, чтобы мы были не запятнаны. Именно поэтому, наверное, Бог дал нам вот эту заповедь. Заповедь вечери Господней, чтобы всякий раз, когда мы приходим сюда, каждый месяц мы испытываем себя, мы проверяем себя, мы очищаем себя. Если мы сегодня действительно находим что-то в нашей жизни, Бог хочет, чтобы действительно мы это принесли в свет Его, чтобы мы покаялись. Он говорит, а если мы не совершаем этого, Бог наказывает нас. И болезнью наказывает, и проблемами наказывает. Он хочет, чтобы мы были как чистая невеста, которая готова к встрече с Ним. Он хочет, чтобы мы служили Ему в чистоте и святости, чтобы мы с радостью, когда Он придет, мы действительно встретили Его, чтобы мы прославили Его, и возблагодарили. Вот это Бог хочет, чтобы Он, не только Он является ревностью, Он хочет, чтобы мы ревновали. Апостол Павел говорит, хорошо ревновать в добром всегда, чтобы мы ревностны были ко всякому доброму делу. Бог хочет, чтобы мы вот целенаправленно шли, чтобы для нас целью был Христос, чтобы все остальное для нас не существовало. цель наша, чтобы действительно наши дети были с Господом, и мы вместе с ними. Чтобы действительно Слово, которое мы читаем, оно приносило плод, добрый плод. чтобы мы были Его свидетелем в этом мире, Его руками и Его ногами. Чтобы Он действительно был явлен через нас. Чтобы в нашей жизни вот это наше «Я», оно было умерщено, оно распито на Голговском кресте. и чтобы имя Его было прославлено. Давайте помолимся Ему об этом. Попросим Его милости, помощи и благодати, чтобы Он освободил от нас. Итак, Слово Божие говорит, будь ревностен и покайся, и твори прежние дела. Аминь. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Действительно, сегодня мы слышали много о небе, о покое. Если вы заметили, женский хор «Сестры нам много пели о небе», стихотворения говорили о небе. И об идолах тоже мы слышали слово, что действительно, они, может быть, поменяли название, поменяли лицо, может быть, не такие уродливые, но, тем не менее, они делают свое страшное дело. Я вот тоже слушал слово, думаю, какое-то вот о детях много было, да? Слово нам говорилось о том, как мы должны вникать в их жизнь, какой еще идол, наверное, который мы можем в отношении наших детей иметь. Наверное, то, когда они никогда от нас не слышали слова «нет», когда все, что они не захотят, мы им даем. И в этом, особенно в наше время, как-то я вижу, может, потому что у родителей возможностей больше, чем, допустим, у наших родителей было, или у родителей наших родителей. Но когда наши дети никогда не услышали от нас слова «нет», когда получают и делают все, что хотят, это, наверное, не полезно в их жизни. Так же самое, наверное, и в семьях наших, если жены никогда не слышали слово «нет», тоже не полезно. Ну и нам самим. Если мы сами себе не способны «нет» говорить, то тоже в этом не будет никакой пользы. Мы встанем для молитвы. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это служение, где Ты говорил нам столько слов любви, Господи, столько слов обличения и столько слов наставления к сердцам нашим, Господи. Помоги в жизни нашей действительно удаляться от идолов, от всего того, что забирает у нас время от общения с Тобою, Господи. Помоги в сердцах наших иметь вот этот мир и покой, понимая, что Ты печешься и заботишься о нуждах наших, Господи. О том, что Ты заботишься о нас гораздо больше, нежели о цветах полевых, о лилиях, Господи. О том, что через все, что происходит в нашей жизни, говоря к нам, тем не менее, Ты даешь покой, радость и утешаешь сердца наши, Господи. Мы благодарим Тебя за это. Также благослови всех, которые в болезни находятся, не оставь без милости и таковых, посети, приблизься к ним, Господи. И распусти нас миром по домам, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Духа Святого пребывает с нами. Аминь.